МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Терина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Близка критическая министра здравоохранения региона рассказала о ситуации с коронавирусом. Вам решать. Саровчан приглашают присоединиться к проекту инициативного бюджетирования. Осторожно, Ёжик. Центр образования присоединился к всероссийской акции. Далее расскажем по всем подробно. Сколько человек нужно привить, чтобы контролировать распространение коронавируса в регионе? Как клиническая больница номер 50 взаимодействует с региональным Минздравом? Хватит ли на всех лекарств? Во время визита в Саров вице-губернатор, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ситуации с ковидом. 2 миллиона нижегородцев минимум нужно привить от коронавируса, чтобы только снизить вирусную нагрузку. Сейчас полный курс вакцинации прошли только чуть больше 1 миллиона нижегородцев. Коллективный иммунитет 44%. Нужно 80% привитых, чтобы ситуация стала управляемой. Болеют люди, которые вакцинировались, болеют. Но тяжесть течения, она минимальна. То есть эти люди реже всего попадают на больничную койку. Даже если не попадают в лечебные организации, они идут по легкому сценарию. Поэтому крайне важно сейчас успеть до 15 ноября вакцинировать как минимум 2 миллиона человек. У нас на подходе разрешение по вакцине для использования среди детского населения старше 12 лет. Также Давид Мелик-Гусейнов еще раз отметил, что защищает не только вакцинация, важно носить маску. Но многие пренебрегают средствами защиты. Пока ситуация с распространением коронавируса близка к критической. Число больных растет с каждым днем и до пика пока далеко. Мы понимаем, что медицинские ресурсы ограничены. С каждым днем их ощущается все меньше и меньше обеспеченность этими ресурсами. В этой связи мы очень активно мониторим емкость этих ресурсов. Первое, что самое важное, это кислород. Мы понимаем, что это основной ресурс, который позволяет людям пережить так называемый цитокиновый шторм и дышать во время вот такой агрессии вируса. Например, клиническая больница номер 50 ежедневно потребляет около 300 баллонов кислорода. По расчетам в ближайшее время наш АКБ выйдет на потребление двух тонн в сутки. Минздрав региона работает в тесном контакте с руководством Саровской больницы, чтобы в городе ни в коем случае не было дефицита кислорода. Помимо кислорода есть вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. Это и биологические лекарственные препараты, которые вводятся при как раз таки старте цитокинового шторма. Есть определенные сложности в целом по стране. Обращение этих лекарственных препаратов. Но так как мы в Нижнем Новгороде создали некий централизованный склад и закупали лекарственные препараты, в том числе и про запас, когда у нас была возможность передышки, мы с этого склада сейчас отпускаем лекарственные препараты и в Саров. Тяжелых пациентов тоже не бросают. Работает Центр медицины «Катастроф», который может эвакуировать таких больных в Нижний Новгород. В ежедневном режиме наша больница на связи с региональным Минздравом. Врачи проводят централизованные консилиумы по пациентам, которые находятся в реанимации. По необходимости подключают московских коллег. Единичный случай нового варианта коронавируса АУ-4.2 под виды штамма Дельта обнаружены в России, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Вариант был обнаружен в Великобритании. В Институте генетики при Университетском полюже Лондона Фрацуа Балу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия Дельты. Появление нового варианта может дать дополнительный толчок к подъему заболеваемости в России, считает Камиль Хафизов. Появление изначальной версии Дельты уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и АУ-4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией, сказал эксперт. Вакцины от COVID-19, которые применяют в России, также эффективны и против нового варианта вируса АУ-4.2 штамма Дельта, считает специалист Роспотребнадзора. Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Такая мера должна замедлить распространение коронавируса и снизить нагрузку на медицинские организации. Но ряд предприятий должны будут продолжать работу. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его комментарии РБК передала прислужбу ведомства. Продолжить бесперебойную работу в эти дни должны системообразующие предприятия, производство непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске цепочках поставок антиковидной номенклатуры, лекарства против коронавируса, средства защиты, медицинского кислорода и других товаров, продуктовый и ритейл. Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости, добавил Мантуров. В Москве вводится новый локдаун. С 28 октября закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости. Все кафе и рестораны, заведения, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, стоматологические кабинеты, с исключением случаев оказания экстренной помощи, кинотеатры, концертные театры и музея продолжат работу с QR-кодами и максимальной 70-процентной заполняемости помещений. С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов при посещении мероприятий, на которых присутствует более 500 человек. Будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для непривитых и не перепалевших людей старше 60 лет. За минувшие сутки в России зарегистрировали 36 339 новых случаев заражения. Из них 737 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели еще 138 человек, а один скончался. Суд запретил продажу в России смартфонов Samsung из-за дела о запрете сервиса Samsung Pay. Под запрет попала 61 модель. Иск подала швейцарская компания, которая настаивает, что система Samsung Pay нарушает ее патент. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет дополнительно выделят 28 миллиардов 300 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это будет ежемесячная выплата, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи. Она может составлять 50-100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Кроме того, из бюджета выделят почти 6 миллиардов рублей, которые пойдут на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Родители вправе претендовать на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнится 3 года. Госавтоинспекция напоминает, пришло время водителям поменять шины. Утром и вечером уже образуется гололедица. К тому же из-за снега дождя снижается видимость, поэтому необходимо быть крайне внимательными при управлении автомобилем. Пешеходам сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют закреплять на одежде и сумках светоотражающие элементы, чтобы в темноте их могли заметить. В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать». С его помощью можно отремонтировать дороги, установить освещение во дворе, благоустроить детские площадки. На реализацию проекта из регионального бюджета Сарова планирует выделить 25 миллионов рублей. Подробности далее. Отремонтировано 7 проездов на территории Тизы, благоустроены 4 дворовые территории, сделаны подъездные дороги к родникам в прошлом году в рамках регионального проекта «Вам решать». Всего наш город подготовил 11 заявок для участия. Шесть из них прошли конкурсный отбор. В этом году Саров примет участие в проекте инициативного бюджетирования еще раз. Критерии отбора заявок изменились. Прежде всего, конечно, основной критерий – это степень поддержки данного проекта гражданами. Она определяется количеством подписей в подписном листе, который прикладывается обязательно к заявке в поддержку данного проекта, и количеством голосов в онлайн-голосовании. Также немаловажно, в какой доле местный бюджет поддержит инициативный проект. На каждую заявку регион гарантирует выделить до 3 миллионов рублей. Администрация рассматривает возможность участвовать в софинансировании проекта в размере 30%. Еще один значимый критерий – привлечение спонсорской помощи. Кроме того, будет оцениваться трудовое и имущественное участие в реализации конкретного выдвинутого инициативного проекта. Что это такое? Трудовое участие наши граждане это хорошо понимают. Это субботники в каких-то подготовительных работах. Работы, которые не требуют специальных компетенций, будем так говорить. Либо уборка после уже завершения работы и так далее. Проект реализуют по семи направлениям. Наши дороги, наш двор, спорт для всех, все лучшее детям, общественные пространства, наша инфраструктура, а также наша инициатива. Заявку может подать инициативная группа численностью не менее 10 человек в возрасте не младше 16 лет. Нашим горожанам и депутатам мы устанавливаем сроки до 1 ноября, чтобы собрали подписные листы, определились с наименованием проектов, потому что само оформление заявки будет осуществлять департамент городского хозяйства. Это занимает достаточно много времени. И до 12 ноября нам еще нужно будет обеспечить защиту всех заявок, всех выделенных инициативных проектов от города Сарова в Министерстве внутренней политики. Дополнительную информацию по оформлению инициативных проектов можно получить по телефону 977-97-977-68. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Осторожный ежик. Центр образования присоединился к всероссийской экологической акции. За несколько недель школа собрала 280 килограммов батареек. Подробности далее. Более десятка пятилитровых бутылок, канистры и банки. 280 килограммов батареек собрали ученики, педагоги и родители Центра образования за несколько недель. В акции приняли участие все классы школы. Для ребят это не просто соревнования из разряда «кто больше принесет». Каждый из них понимает всю значимость таких мероприятий. Экологическому просвещению в Центре образования уделяют большое внимание. На уроках ребятам рассказывают о важности сохранения природы, говорят о разделе сборе отходов. Объясняют, зачем нужно отправлять на переработку бумагу, батарейки, пластиковые крышечки и тому подобное. На базе школы работает эко-дружина, которая участвует в городских экологических акциях. А ученики Центра защищают проекты, посвященные энергосбережению, сохранению ресурсов на областных конкурсах. Мы стараемся поддерживать наших учеников и являемся активным участником экологического направления РДШ. На обучение своих учеников Центра образования уделяет повышенное внимание. Педагоги постоянно совершенствуют свое мастерство, в том числе и с помощью интернет-платформ. Пять педагогов школы Оксана Лобышева, Татьяна Пантелеева, Ирина Морозова, Татьяна Стрижова и Надежда Токарюк стали лауреатами международного конкурса педагогического мастерства «Учи учиться». Екатерина Пенова, Константин Островский и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Банк России опубликовал проект «Указание», которое расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО. Благодаря новаций хорошие водители могут получить еще большую скидку от страховых компаний. В соответствии с документом диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх для легковых автомобилей для граждан составит 10%, для автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев 4,9, для других категорий транспортных средств, в частности для такси – 30%. Банк России также планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность. В рамках пересмотра для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных – и еще до 8%. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус – это всех недуга. В десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 24 октября там проходит медовая феерия. Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Пыльцу пчела занесла в улей, переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела первую не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Их вы тоже найдете на выставке меда. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 24 октября с 10 до 17 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова